Здравствуйте! Вы на канале 7 дачи. С вами Татьяна. И сегодня я вам покажу и расскажу о том, как я буду высаживать свои томаты в тёплую грядку. Немножко о тёплой грядке. Она сделана из досок. Длина тёплой грядки 4 метра, ширина 1 метр и высота 30 сантиметров. После того, как мы поставили короб, мы выкопали из этого короба землю на штык лопаты, заложили туда сухие старые брёвна спиленной яблони. Поверх этой спиленной яблони мы завалили всё, засыпали прошлогодним опадом листовым, также сухой травой. То есть мы это всё не сжигали. Именно заложили в тёплую грядку. Поверх всего этого мы засыпали ещё перегноем. На вот этот вот участок, метра на 4, я внесла 18 ветер перегноя. После чего мы всё это пролили водой. Далее, поверх этого перегноя мы засыпаем выкопанную землю. Засыпали выкопанную землю, пролили всё это раствором байкалом М1 и накрыли плёнкой на 2 недели. Вот 2 недели уже прошло, теперь мы готовы к посадке томатов. Но нюанс один тот, что мы будем любые грядки с томатами мульчировать. Это не важно, теплица, тёплая грядка, парник или открытый грунт. Мульчировать томаты надо обязательно, потому что если особенно идёт дождливое лето, то мульчировать просто необходимо. Потому что фитофтора, когда для неё созданы благоприятные условия для развития фитофторы, это дождливое сырое лето, дождливая сырая погода, мы будем мульчировать. Фитофтора идёт от земли, а не сверху, с неба, откуда-то высыпают. Именно грибок идёт от земли и, попадая на листья томатов, испаряясь, заражает наши растения и происходит то, что происходит. Томаты заболевают, листва, плоды и всё, можно выкидывать. Поэтому мы обязательно всё это мульчировать скошенной травой, соломой, сеном, опилками, газетами, всем чем угодно. Так, немножко о дугах. Дуги у нас сделаны из обрезков пластиковой трубы, диаметр 20 мм, водопроводная пластиковая труба. Далее, крепления для плёнки у нас вот такие специальные крепления, которые мы крепим пластиковую трубу к стене, специальные крепежи такие. Вот она спокойно вставляется, защёлкивается и также снимается. У нас здесь применяется укрытие плёнка, не агроволокно, потому что агроволокно пропускает в случае дождя воду. А так как томаты не любят влагу сильную, особенно поверх листа, то мы закрываем всё это плёнкой. Плёнка сохраняет сухой лист томата и в оконцовке тот микроклимат, который им нужен. Полив обязательно под корень. Вот. Ну, в данном случае выкопали мы лунки. Лунки в шахматном порядке расположены на расстоянии 50-60 см. То есть у нас идёт две лунки по бокам, одна в центре. Две лунки по бокам, одна в центре. И так идёт вдоль всей грядки. Вот. Ну, что ещё хочу сказать. Томаты у меня скороспелые, низкорослые. Это у меня томат «Лиза», хороший для засолки в собственном соку. Вот. Это «Взрыв» томат. И «Биатлон». Вот у меня три сырта. Они у меня посажены 11 апреля на рассаду в один ящик. Я их не пикировала. Посажены редко, так чтобы им хватило места и земли в контейнере. Вот. Ну, и теперь они готовы непосредственно к высадке. Лунки я сдабривать ничем не буду, потому что здесь органики вполне достаточно для них. Только пролью и вот именно посажу. Вот мы берём не ледяную, а из бочки, чтобы она была прогретая, и проливаем наши лунки. И выбираем крайние томаты. Обрываем семидольные листочки. Они нам здесь не нужны. И засыпаем. Теперь, как мы берём. Когда мы произвели нашу посадку, мы замульчируем наши томаты соломой. Вот такая у меня уже перепревшая солома. Вот она, достаточно сухая. И сейчас все покроем равномерным слоем наши томаты. После чего накроем все пленкой. Теперь, когда мы все засыпали соломой, листочки наши на голую землю не ложатся. То есть они защищены от соприкосновения с голой землей. Мы укрываем все это пленкой. И так, когда мы укрыли, зафиксировали наши зажимы по бокам, мы оставляем с обеих сторон по бокам вот такие окошки для проветривания. Баню, такую парилку, так скажем, для томатов мы создавать не будем. Томаты должны проветриваться. Застой влажного воздуха тоже нежелательный для томатов. Ну вот и все. На этом мы посадку томатов в теплую грядку закончили. Подписывайтесь на канал 7дач. Задавайте вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Всего хорошего. До свидания.